Ты даже и представить не можешь, сколько ты упускаешь, имея о себе ограничивающие представления. Привет, НЛПер, с тобой снова Юрий Пузыревский. И в этом видео мы разберем, как проработать ограничивающие установки, но не обычные, а определенного типа, которые называются ограничивающие представления о себе. Речь пойдет о том, что есть у нас такие внутренние конструкции, которые мы в себе взращиваем. Называются они, ты уже знаешь, убеждения. Они звучат так. Я неудачник, я на что-то не способен, ну и так далее. И чтобы разобраться с этими установками, мы можем применить четырехшаговую модель, с помощью которой мы расшевелим эти установки и заменим их другими, более ресурсными, для того, чтобы легче достигать своих целей. Поехали разбираться. Итак, первым шагом нам нужно выявить ограничивающую установку. Как это сделать? Делается это достаточно просто. Подумай о какой-нибудь своей важной мечте и запиши ее на бумагу. А потом задай себе вопрос, а почему у меня этого еще нет? И скорее всего придет ответ, потому что я неудачник, потому что я не способен на то-то, потому что у меня нет возможностей. И твоя задача отследить в этом списке ограничивающие установки, которые связаны с твоей личностью. Я неудачник, я раздолбай, я плохой преподаватель, я плохой специалист, я плохой айтишник, я плохая жена, плохая мама. Все-все-все, что связано именно с личностью. Когда ты выпишешь эти установки, возьми одну, которая чаще всего пробегает у тебя в голове. Второй способ, чтобы выявить такого рода установки, просто вспомни случай, когда ты терпел неудачу или неуспех. И как ты в этот момент себя называл? Здесь очень важно поработать над тем, какие мысли у тебя в голове мелькают, какие у тебя мелькают внутренние диалоги, как ты сам себя называешь. Я знаю, некоторые люди называют, вот я олень, вот я придурок, вот я раздолбай, ну и так далее. Много разных речевых конструкций у нас в голове существует, особенно когда мы терпим неудачу. Твоя задача на первом шаге найти, найти именно то ключевое убеждение, которое тебя больше всего ограничивает. Почему это важно? Потому что, когда ты имеешь у себя такую установку, ты по-любому обречен на неуспех. Я работал с одной женщиной, которая хотела открыть бизнес, но самое интересное дело в том, что она открывала уже много бизнесов, и она их бросала, она их закрывала. Почему? Потому что у нее была ограничивающая установка, которая звучала так. Я раздолбайка. Ну, точнее, она говорила немножко другими словами, матерными. Но смысл ты понимаешь, и ты не поверишь, насколько сильно эта установка влияла на ее жизнь. Когда она начинала какое-то свое новое дело, она, имея у себя в голове понимание о себе, что она раздолбайка, при первых же неудачах, она бросала это все. И она подтверждала свою гипотезу. Я раздолбайка, у меня есть неудачи, и значит, если у меня есть неудачи, значит, я раздолбайка, значит, я ничего дальше делать и не буду. И я хочу тебе напомнить, что любые наши результаты, они сопровождаются какими-то препятствиями. Ну, как говорится, без труда не выловишь и рыбку из горного озера. Но, тем не менее, продолжаем разбираться. Когда ты нашел эту ограничивающую установку, возьми одну, которая больше всего на тебя влияет, как ты думаешь. Дорогой друг, когда мы имеем такую ограничивающую установку, типа я раздолбай, мы тем самым, сами того не понимая, понижаем свою самооценку. И небольшое лирическое отступление, мы скоро перейдем ко второму шагу. Но работа с убеждениями, это на самом деле такая нелегкая история, и она достаточно переносится тяжело. Почему? Потому что, если ты имеешь установку, я раздолбай, если я тебе 150 раз скажу, что я в тебя верю, что ты классный, что ты вообще суперкрутой или суперкрутая, то ты все равно мне не поверишь. Поэтому здесь, работая с установками, мы применяем один принцип, который схож с одной метафорой. Наверняка ты знаешь, что если лягушку бросить в горячую воду, она моментально оттуда выскочит. А если лягушку поместить в холодную воду, начать эту воду подогревать и довести до кипения, то лягушка сварится. То же самое с твоими ограничивающими установками. Вот твоя ограничивающая установка, это лягушка, которую нужно сварить постепенно. Здесь очень важно, после того, как ты установку нашел, тебе важно понимать, что ты резко ее, скорее всего, заменить на позитивную не сможешь. Поэтому нам нужно немного растянуть этот процесс и переходим уже ко второму шагу. Второй шаг называется сомнение. Чтобы заложить сомнение, нам нужно немного это убеждение видоизменить. Например, у тебя есть ограничивающая установка, я раздолбай. Чтобы ее расшатать, чтобы перестать в нее верить и начать в этой установке сомневаться, нужно добавить одну небольшую речевую конструкцию к этой установке. Вместо того, чтобы называть себя раздолбаем, примени такую формулу. Поэтому периодически, когда ты косячишь, когда ты допускаешь какие-то оплошности, когда ты испытываешь неуспехи, не говори себе, я раздолбай. Ну или ту установку, которую ты чаще всего говоришь. А говори себе, иногда я себя веду как раздолбай. И это уже очень сильно погнижает градус самоуничижения. То есть ты становишься более ресурсным. Ты начинаешь меньше реагировать на свое же убеждение. Вторым шагом обязательно запомни, тебе нужно создать сомнение в изначальной установке. Сомнение создается с помощью фразы «иногда я поступаю как». То есть я не в целом раздолбай, а иногда я веду себя как раздолбай. И это заложит у тебя уже в голове зерно сомнения о твоей ограничивающей установке. И дорогой мой друг, напоминаю, что мы варим лягушку постепенно и ограничивающую свою установку нужно расшатывать какое-то время. Я не знаю сколько времени это займет у тебя. Месяц, может быть две недели, может три. Неважно, у каждого своя скорость. Каждый сам трансформируется со своей определенной скоростью. Мне допустим для того, чтобы расшатать какую-то ограничивающую установку о самом себе, нужно где-то месяц-полтора. Вот на этот срок можешь и ориентироваться. То есть нашел установку, повторяешь себе неустанно, уже вместо этой установки расшатанную, ослабляющую установку. Иногда я себя веду как раздолбай. Это намного легче переносится, переживается. Если ты начнешь себя уже так называть, только на втором шаге ты уже почувствуешь облегчение, прилив сил и будешь лучше достигать своих целей. Но дальше, дальше нам же нельзя оставлять эту установку просто так. Первым шагом мы ее вывели, вторым шагом мы закладываем сомнения. И третьим шагом нам нужно сформулировать новую установку, которая будет тебя поддерживать. Например, я молодец, или я всегда достигаю своих целей, или бог меня любит, либо вселенная меня любит, или я успешный человек. Ты сам можешь себе придумать то, что тебе созвучно и то, что тебе по душе. Что тебе поможет в этом процессе? Ты можешь подумать о каком-то человеке, который тебе очень дорог. И как бы тебе хотелось, чтобы он тебя называл? А может быть он действительно тебя так называет? Например, моя жена мне всегда говорит, муж ты крутой. Отличная установка, если я буду верить в то, что я крутой, я действительно стану крутым. Хотя я и так уже крутой, но согласитесь, такие видосики я вам снимаю. Ладно, не будем об этом. Подумай, на что ты хочешь заменить ту нересурсную установку. Когда ты нашел эту новую установку, ты ее уже сформировал, запиши ее на бумаге, чтобы не забыть. Желательно запиши ее где-нибудь, чтобы ты ее мог периодически видеть. Теперь, когда мы прошли три шага, выявили ограничивающую, начали сомневаться в ограничивающей установке, сформулировали новую поддерживающую установку, переходим к четвертому шагу модели изменения ограничивающих представлений о себе. Четвертый шаг называется готовность поверить. То есть мы еще в это не верим, но для того, чтобы у нас сформировалось какое-то убеждение, нам нужно получить позитивное подтверждение 7-10 раз. Представь, человек начинает во что-то верить сознательно, если он получит этому подтверждение 7-10 раз, ну или даже больше. То есть теперь тебе нужно, если ты сформулировал, допустим, себе новую поддерживающую установку, типа я крутой, либо я молодец, либо я умница, если ты девушка. Теперь тебе нужно найти чем можно больше подтверждений тому, что ты молодец, умница или ты крутой. Как это делается? Ты держишь у себя где-то под рукой установку «я крутой» или «я молодец», то, что ты себе записал. Дальше просто живешь обычной жизнью и проводишь небольшой анализ дня и начинаешь замечать, в каких случаях я был молодец. Вот в этом случае я себя повел как молодец, вот в этом случае я себя повел как крутой, вот в этом случае я себя повел как умница или повела как умница, ну и так далее, и так далее, и так далее. Тебе нужно потренировать немного свой мозг, ассоциировать свои успехи с новой установкой. И если ты потратишь хотя бы две недели на то, что ты будешь сознательно замечать свои небольшие успехи и проговаривать у себя в голове, либо лучше еще вслух, эту новую поддерживающую установку, то у тебя уже сформируется готовность поверить. И дальше пятым шагом наступает вера. Вера – это уже процесс, когда ты настолько сильно себе наповторял и наподтверждал эту поддерживающую установку, что ты уже начал в нее верить. От и до на весь процесс у тебя уйдет полтора-два месяца. Я в тебя верю, я верю, что у тебя получится. И поверь ты мне, изменив одну лишь ограничивающую установку о себе, ты добьешься невероятных успехов, потому что это проверено и на мне, и на моих клиентах, и на многих других людях. Я это все не из потолка беру, я это беру из жизненного опыта и опыта работы в консультировании. Повторю коротко шаги. Первый шаг – выявляем установку. Второй шаг – закладываем сомнения, варим лягушку постепенно. Третий шаг – формируем новую установку. Четвертый шаг – формируем готовность поверить. И пятый шаг – мы начинаем верить. Я желаю тебе успехов и, мой дорогой друг, я приглашаю тебя на свой онлайн-видеокурс NLP Practic. Он очень ресурсный, ты там сможешь проработать и ограничивающую установку, и прокачать навыки коммуникации, и прокачать целеполагания, и проработать многие свои психотравмы. Если ты специалист, то ты получишь множество инструментов для работы с собой и со своими клиентами. Полный онлайн-видеокурс, более 100 видеоуроков, NLP Practic. Все по полочкам, все, как я люблю, все детально. И сейчас на этот курс действует специальная цена. Переходи по ссылке в описании, изучай программу курса, и я жду тебя в предварительной регистрации. Самое главное – ты можешь не ждать, пока соберется группа. Как только ты оставляешь заявку, оплачиваешь курс, и ты сразу можешь приступать к обучению. Все уроки сделаны таким образом, что ты их можешь изучать самостоятельно и практиковать. К каждому видеоуроку есть небольшое практическое задание. Оно даже во многих случаях проще, чем задание в этом видео. Поэтому я желаю тебе успехов, желаю тебя видеть на моем курсе. Но даже если ты по каким-то причинам сейчас не можешь записаться на этот видеокурс, я очень тебя настоятельно прошу, запомни эту модель изменения ограничивающих установок. И тогда все будет у тебя классно и хорошо. Душевно обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока.